Здравствуйте, коллеги! Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Меня зовут Иван Кондрашов. Я представляю компанию Royal Canin. Компания является производителем продуктов по обеспечению здоровья домашних животных, в первую очередь кормов, ну и диагностических препаратов в том числе. Расскажите, пожалуйста, вы были спикером в нашей деловой части. Расскажите, какая тема поднималась, какие были интересные темы, какая поднималась проблематика? Говорили мы, в первую очередь, о зооиндустрии, об индустрии, которая окружает заботой домашних животных. Это всегда очень интересная тема. Россия это страна с более чем 60 миллионами домашних животных. Каждый второй практически, в каждой второй домохозяйстве имеет домашние животные. Говорили о том, каким образом после пандемии, после 2020 года будет развиваться эта отрасль и, в общем-то, было отрадно видеть, что и ритейлеры, и производители, и я верю, что инвесторы смотрят в одном направлении. Будем вместе отрасль двигать, ее ждет очень большое будущее, а животных ждет еще больше заботы от хозяев. Я давно хотел спросить этот вопрос. Скажите, пожалуйста, за время локдауна, пандемии, я так понимаю, собачки и кошечки никогда в жизни столько времени не проводили своими хозяевами круглосуточно практически. Насколько взлетели продажи кормов, например, для домашних животных в этот период? По-разному, на самом деле, для каждого бренда будет ответ, но если в целом это однозначно устойчивый двузначный рост, потому что, конечно, во-первых, во время нахождения вместе с домашним животным люди так или иначе больше хотят проявить заботы. Часто, особенно для российских потребителей, заботы это в том числе кормления. И мы видим, что больше появляется тренда на то, что люди не хотят готовить, и это очень прекрасно для своих животных, потому что мы верим в то, что правильное питание – это питание, которое произведено на профессиональном предприятии. Мы видим, что люди начинают экономить время и тоже по этой причине переключаться. Мы видим, что больше осознанности появилось в выборе рациона. Это тоже хорошо для отрасли и для здоровья животного. Ну и третье, мы видим, что в целом люди, оказавшиеся в ситуации пандемии, больше времени хотели проводить со своими близкими. И те, у кого не было близких, по каким-то причинам, семьи без детей, одинокие люди, они, конечно же, обратили свой взор, в первую очередь, на приюты, на заводчиков и обзавелись питомцем. Популяция выросла больше, чем на 20%. И это очень хорошо и для, мне кажется, в целом настроения в стране, потому что владельцы животного живут дольше, меньше испытывают стресс и меньше страдают сердечными заболеваниями. Ну а для отрасли это такой хороший органический рост. Прекрасный тренд. И когда можно было выходить на улицу только в магазин, только выкинуть мусор, либо погулять с домашним питомцем, я так думаю, что как раз счастливые обладатели замечательных пушистиков пошли в ближайший приют или к заводчикам и обзавелись питомцем. Я даже слышал истории, но это, наверное, скорее из области юмора, что даже всем подъездом гуляли с одной собакой. Но на самом деле это действительно еще одно подтверждение, что владение домашним животным, ответственный подход к владению домашним животным, это то, что цивилизованному человеку просто необходимо знать то, что необходимо делать. Поделитесь, пожалуйста, может быть, частью вашего выступления, может быть, какие-то основные тезисы, чтобы не только участники нашей сессии, которые были в зале, это услышали, но и наша аудитория. Я, наверное, скажу следующее, что в первую очередь те, кто не владеет домашним животным, подумайте о том, как может улучшиться ваша жизнь, если вы его заведете. Те, кто владеет, подумайте над тем, как часто выходите на профилактические осмотры. Ответственное владение – это не только удовольствие, которое мы получаем от общения с животными, но это очень большая ответственность. И если вы не были у ветеринара на протяжении последнего полугода, настоятельно рекомендуем вам это сделать, получить консультацию и уже по итогам консультации отправиться к нашим партнерам-ретейлерам или отправиться в онлайн-магазин за покупками. Спасибо вам большое за общение и надеюсь до встречи в следующем году на нашей выставке. Спасибо большое.